а можно небольшой чек сделаем а кто-то идет сегодня на спектакль ракеты после лекции о вау прикол а есть те кто не идут на спектакль а вы смотрели уже или не смотрели понял а кто-то еще есть вы а вы смотрели не хочется а другие планы окей то есть вы только на лекцию хорошо про ракеты поняли а все первый раз на ракеты идут есть кто-то кто на 2 да не ну тут слушайте вы с вами не считаемся в данном случае это работе 3 вот ленида хорошо а и последний мой вопрос после которого я начну действительно лекция не буду тут качу ряжется а кто-то знает про перфа тачку чего-то не они да типа из-за ракет пришли больше так вы знаете прекрасно но что-то стало потише до меньше ответов привет проходите привет но проходите до мои переключения короче блин мне здесь не прикольно я пойду наверное все таки но куда я пойду здесь экран ладно давайте я буду стоящим если нет так ладно у нас не очень много времени потому что еще на спектр всем идти ну почти все мы чеком короче друзья всем привет простите кому спиной буду стоять вам нормально а мы с вами виделись кстати в лифте кажется да нет общались я помню проходите пожалуйста скорее ну друзья лекция начинается как на лекции то я опаздываю ой ребят привет я вас не узнал я их знаю короче друзья всем еще раз привет большое спасибо что пришли меня зовут ван демиткин и я как бы в данном случае по отношению к этой лекции в таком как бы по отношению к этой лекции в странном соотношении нахожусь потому что я являюсь соавтором спектакля на который многие из вас идут на ракеты в 7 начнется и одновременно являюсь соорганизатором вот недели перфотачки в москве это фестиваль сделанный моими и мной моими друзьями в рамках которого сегодняшний показ ракет и будет идти и поэтому это как бы лекция родилась на стыке ну вот запроса на как бы обрамить контекст спектакля с фестиваля ну и просто как бы когда делаешь вес надо же делать лекции во время феста ну типа так принято да поэтому мы решили сами для себя его сделать софа а ты вот сюда направила что ли а я думал ты направляла на экран ну ну ладно не страшно в принципе а да окей пусть так будет так даже забавно я вернусь потом туда вот и я на этом моменте уйду тогда туда чтобы на видео оставаться короче и на сегодняшний лекция называется вот так современная философия на сцене почему театр делают не только люди и сначала как бы в моих планах было сделать так так как я как бы делал и спектакль этот который наверху и фестиваль который в рамках которого это он сегодня заканчивать как бы последний день фестиваля о котором никто почти из вас не знает это нормально я думал что я расскажу об этих проектах исходя из той точки в которой я относительно них нахожусь то есть типа как мы их делали и как на все это влияло там современная философия но потом когда я начал готовиться к этой лекции читать материалы именно к ней я понял что это на самом деле не самая прикольная позиция гораздо интереснее немножко отстраниться от своего опыта участие поговорить об этих вещах как бы чуть больше теоретически просто потому что ну как оказалось гораздо на больших уровнях можно считать линки между теми концептами современной философии которых я буду говорить и теми проектами о которых я буду говорить не факт что эти все уровни были нами заложены самого начала но это и нормально так вещи относительно друг друга и работает немножко нелинейно поэтому мне кажется так все и получится поэтому план лекции такой а тут сокращение сначала рассказываю про спекулятивный реализм современно философское направление и объектно ориентированную антологию как часть спекулятивного реализма пока можно как бы если что выход там да я уже понимаю что как бы начинается вопросе типа что он сейчас начнется но на самом деле сейчас все просто будет и мы чуть позже когда я начну об этом рассказать станет ясно что это все настолько просто что можно такими умными словами и не называть вещи но на самом деле те люди которые называли такими сложными словами специально это делали и они в том числе говорят о том зачем они это делают потом я расскажу немножко про ракеты про сам спектакль и как бы настрою вашу оптику смотрения этого спектакля потом про актер на сетевую теорию еще немножко душнилова но совсем чуть-чуть там будет сильно меньше чем в первой части и потом про перфотачку по которой оказалось никто из вас почти не знает но друзья прежде чем я начну свою лекцию у всех моих лет у всех до единой есть одно железное правило и без него мы дальше не двинется видимо тут люди уже были на моих лекциях вот мой инстаграм и телеграм-канал и я не продолжу ее пока вы все на меня не подпишитесь это не шутка если что я то есть вижу что многие конечно здесь уже подписаны это немножко ломаются системные а также вижу что не можно этого не делайте сегодня но друзья давайте я вот сейчас открываю знаете телефончик и тут как бы уведомление просто горой должны лететь ну ладно не горой хотя бы 10 человек пока не подпишется twitter не считается именно instagram вот у меня сейчас вот двое прилетели трое четверо так друзья продолжаем у меня просто была мечта я сегодня хотел обязательно за 1300 перевалить то что было вот только что до лекции 1299 ну как бы было понятно что без этого нельзя будет продолжить это абсолютно агрессивный марки маркетинга я даже не возражаю против него ничего тему слушай да вам все равно на спектакль оставаться поэтому вам придется меня час еще сидеть слушать жесть я вам не завидую ну смотрите 1310 уже по красоте 11 подписались можно идти дальше отвечая на вопрос феди на самом деле до вору конечно вот тема так делал на лекции своего онлайн и но тема сказал что типа беру ван демиткина как бы у того ну копирайт лучше поставить да если нет я буду агрессивная история сделать про то как ты воруешь ура друзья видите такой вайп немножко улучшился да немножко полегче стал во всяком случае мне не знаю как вам но это и не важно то что моя же лекция все таки итак первая часть рассказываю про спекулятивный реализм и объектно-ориентированную онтологию для начала немножечко историю все началось 2007 году когда в goldsmiths com goldsmiths ком колледже лондонского университета была конференция которая так называют спекулятивный реализм как я чуть позже расскажу объектно-ориентированная онтология это как бы часть спекулятивного реализма как под направление целого направления хотя чуть позже мы поймем что направление такого не существует на самом деле так вот 2007 год конференция в ней участвовали четыре человека вот они на экране шутка про мужской хайп и если что вы сейчас и поймете почему вот слева направо вам расскажу это йен грант такие очень молодые всегда видите если было потемнее поняли что они такие как на бумажке цим написано young and green вот это все до йен грант потом грэм хармон о котором и пойдет речь потому что объектно-ориентированная онтология он занимается затем квентин мису и рейб россия вот когда они делали в 2007 году эту конференцию вообще были никому неизвестные философы такая локальная движуха все окей после этого жутко хайпанули и теперь они просто везде их тиражируют книжки просто десятками в последние годы издают но тогда еще никому неизвестны молодые все было весело так вот но несмотря на то что их четверых выделяют как бы в отдельное направление вот этого спекулятивного реализма они сами себя направлении считает и на самом деле эта тема которая для философии да и вообще для многих вещей очень свойственно людей которых объединяет в одно направление сами себя таковыми не считают и вот расскажу просто пару моментов их противоречия друг между другом чтобы мы понимали что на самом деле как бы это все лишь рамка для какого-то описания каких-то вещей они сами говорят что их объединяет всего две вещи о которых я чуть позже расскажу но сначала противоречия после 2007 года и первой конференции на которой они были вчетвером 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 да через пару лет была еще одна конференция как бы продолжение спекулятивного реализма чтобы посмотреть чему они пришли за пару лет но на нее допустим вот квентин миссу 2 справа просто отказался прийти почему потому что ну как бы чтобы демонстративно показать что я против спекулятивного реализма не надо меня вставлять в эту рамку он отказался поэтому вместо него на конференцию поехал чел который модерировал их первую конференцию А вот чувак справа, Рэй Броссия, у него появились, да как и у них у всех на самом деле, последователи, ученики, которые вместе с ними работают. И вот ученик Рэя Броссия, Питер Вольфен Дейл, опубликовал более чем 400-страничную книгу, вся которая строится на критике объектно-ориентированной антологии Грэма Хармона, который второй слева находится. То есть, как видите, ну тут шутка, да, про мужиков и терапию, потому что их вот объединили, они начали жутко хайповать, а после этого что, начали друг друга все критиковать. И, короче, у них разногласий сейчас гораздо больше, но это время для сторис, если кто-то хочет сделать смешную сторис от лекции. Продолжаем, но вернемся к двум вещам, которые их объединяют. Первая, да, Аня, можешь я... Спасибо большое. Хорошо. Продолжаем. Первая вещь, которая объединяет, условно, Квентин Мейсу назвал ее корреляционизм. Сейчас, пока я вижу, что количество слов без расшифровки все увеличивается и увеличивается, но это нормально, вообще не переживайте, как бы сделаем вид, что это просто некие теги, содержание которых можно особо и не знать. Короче, корреляция. Собственно, эта вещь, на критике которой они все и были... Это была первая из двух вещей, на которых они видели родство между ними. Что такое корреляционизм? Это, собственно, оппозиция субъекта-объекта. То есть, как бы для... Они утверждают, что для всей философии последней, ну, где-то 200, 200 с чем-то лет, характерна одна и та же движуха. Насколько бы противоречивы не были ваши взгляды, были бы вы позитивисты, структуралисты, феноменологи, вообще не важно, вы все как бы исходите из позиции корреляции. То есть, зависимости субъекта и объекта. Субъектом кто выступает? Человек. Объект это все остальное, что он как бы познает, да? То есть, вот это привилегированное отношение человека по отношению ко всей другой, всей остальной реальности, ну, как бы разделяется всеми философами. Они говорят, что ну, это как бы bullshit, так делать не надо, и это вообще тема не работает. Вот, и на самом деле все вот то, что здесь на экране написано, это все просто как бы разные углы смотрения на одну и ту же позицию, потому что антропоцентризм, как бы увековечение человека в качестве главной точки всего как бы мира, она здесь и работает, потому что как бы человек является субъектом, который познает вот эту реальность. И типа вся философия движима была на протяжении многих столетий только этим, и они говорят, что ну, это просто типа нерабочая стратегия в том мире, в котором мы сейчас живем. И начинают как бы критиковать с разных позиций. И вот на самом деле разные позиции, это как бы, короче, о них пойдет речь чуть позже. Так вот, запомнили, корреляционизм, оппозиция между субъектом и объектом, они считают, что это ну все нерабочая тема, неприкольно, больше так не делаем. Вот, и тут я хотел какую-то еще тему сказать про это же. Откуда они стартуют? Да, у них есть, короче, главный антагонист, так как они протагонисты моей сегодняшней лекции, спекулятивные реалисты как направление, у них должен быть по сюжету, по нарративу антагонист. И это Эммануил Кант, они как бы связывают с ним, что примерно с Канта, который как раз-таки вот эту диалектику субъекта и объекта запустил, все начали ее придерживаться. Понятное дело, что и Кант не был первым, кто говорил как бы в терминах корреляции, и понятное дело, что спекулятивные реалисты не были первыми, кто начали критиковать это. Но, будем честны, о них хипанули больше всех, поэтому мы о них сегодня и говорим, и это нормально. Ну, как бы просто эти вещи оказались в очень нужный момент, встреченные просто позитивно. Ну, потому что как бы там критика антропоцентризма уже последние десятилетия как бы надвигается-надвигается. Поэтому они просто в очень точный момент начали заниматься своей деятельностью. Вторая вещь, которая их объединяет, это любовь к Говарду Лавкрафту. Если что, это как бы не шутка и даже не моя, причем я ее тоже своровал, потому что тот же Грэм Харман, про которого сегодняшняя речь и идет, в моей лекции про объектно-ориентированную антологию, он даже книжку, посвященную Лавкрафту, написал на основе его текстов, как бы доказывая необходимость спекулятивного реализма. Но на самом деле как бы… Верно. Федя, спасибо большое. Круто. Если кто-то еще захочет флагаться в мою лекцию, об этом даже не нужно спрашивать, как видите, можно просто это делать. Идем дальше. Ну, то есть мы поняли, они критикуют корреляцию, субъектно-объектную дихотомию, и поэтому моя лекция как бы и посвящена объектам, которые лежат перед нами, потому что они утверждают, что на самом деле вещи одинаковые статуса в мире имеют. То есть как бы что человек, да, мы можем быть интереснее нам друг с другом, но это не значит, что как бы мы все равно занимаем привилегированное положение относительно любых других вещей. И об этом как бы чуть более детально мы все это посмотрим на примере других вещей чуть дальше. А любовь к Лавкарту, да, просто она как бы связана с метафизикой, то есть вещами непостижимыми для человека. Ну, потому что Зов Ктулху, если кто-то читал, то там как бы про это движуха идет, про некое существо, которое гораздо больше, ну, в смысле физически, и, типа, короче, находится в нечто, в регистре непостижимого. И поэтому он о нем и пишет. И это вообще вещь, которая их всех объединяет. Так вот, про спекулятивный реализм поняли, направления которого нет, четыре чувиса, как сказал Федя, мне нравится это слово, которых объединяет только критика вот этой субъектно-объектной дихотомии. Все остальное их, на самом деле, они про разное говорят. А, и вот про что они говорят разное. У них у всех своя методология, как решать проблему корреляции. Броссье, помните, который потом отказался от слова, и причем сам придумал спекулятивный реализм как термин, сказал, что в основе критики корреляции должна лежать естественная наука и когнитивистика. И он как бы всю свою теорию строит вокруг этого. Но нам это не очень важно сейчас. Потом Мейсу считал, что главная тема – это математика, и с помощью всяких алгоритмов вот этих всех циферок мы сможем преодолеть корреляцию опять-таки, потому что вещи тоже непостижимые. И авторы двоих, оставшихся двух, точнее, еще одного я не буду упоминать, потому что я не помню. А Грамм Хармон сказал, что в основе всего лежат объекты. Отсюда и строится объектно-ориентированная антология, то есть как бы некое мышление о мире с точки зрения объектов. Он говорит, что объекты на самом деле тусы просто, это все. То есть я, вы, моя лекция, транснациональные корпорации, Евросоюз, не знаю, проектор, свет, который здесь есть, мои движения. Короче, все от реально материальных объектов до нематериальных воображаемых объектов, как к тулху, не знаю, и все остальное. Короче, все является объектами. Тут сейчас какой-нибудь мем сейчас надо сделать. Или... Да, то есть если раньше все думали, что как бы объекты, вот в их естественном восприятии, то есть типа стул, короче, все неодушевленно является объектом, если исходя из этого, то всем казалось, что это как бы некий верхний слой реальности, и говорить о нем не очень интересно. И вот здесь вот эта оппозиция субъекта-объекта, как бы неинтересных объектов и интересных нас, субъектов, о которых можно говорить, она и появилась. А он сказал, просто умный чувак, отказался от идеи корреляться, просто взвинул ее в сторону, сказал, на самом деле все является объектом, и все находится как бы во взаимосвязи между собой. И... То есть он просто вот так сделал, прикиньте. Вот. И у объектов, так как он все равно заявил слово, надо его как-то объяснить. У него есть просто две как бы черты, которые его роднят. Любой объект друг с другом родни. Это на самом деле первое. Он не зависит от своих частей, то есть, ну, знаете, вот эта тема с кораблем Арго. Короче, если от этого стула я отломаю ножку и приделаю другую ножку, то как бы стул останется стулом, хотя части меняются. И так, на самом деле, со многими другими вещами, да с любыми, на самом деле, вещами. Кто пришел рано в мою лекцию, видели, как у меня тут ничего не работало, принесли другой провод, все заработало. Провод остался тем же, все осталось тем же, но все немножко другое. Соответственно, любой объект, он больше своих как бы частей. И вот находит, но меньше своих эффектов, потому что, как видите, меня сейчас вы видите только в одном ипостасе, я читаю вам лекцию, и очень странно передвигаюсь туда-сюда, мне уже надоело, если честно. Но понятное дело, что и мой потенциал этим не ограничен, и ваше присутствие здесь не ограничен. То есть мы с вами встретились на раз. Это как бы тот эффект, который мы друг относительно друга осуществляем. Но как бы ни один объект не ограничивается этим. Вот здесь лежат игрушки, на которые вы сейчас можете смотреть. Но ведь мы же понимаем, что кого-то, допустим, эта игрушка из детства, она имела совершенно другой статус, совершенно другой характер отношения с этой вещью. на нее не смотрели, когда она была там в театральном центре. Соответственно, любой объект в то же время и меньше суммы своих эффектов. И вот в этом как бы границе, где объект, он больше своих частей, но меньше конкретной ситуации, в которой мы его воспринимаем, и находится вот эта идея объекта. Поняли? И, соответственно, согласно этой логике, все что угодно может спокойно быть объектами. То есть мы все сталкиваемся с Евросоюзом, допустим, но все в разных как бы ситуациях. И все эти ситуации создают вот эту сумму. Короче, вы поняли, надеюсь. Вот. И на самом деле сейчас вот душная часть про рассказ про корреляцию, она закончится. Вот здесь, если бы в зале были мои хейтеры, они могли бы сказать, что, ну, Вань, при чем здесь вообще все это, зачем все это рассказывать, в чем здесь философия, и как она влияет на нашу жизнь, и какое отношение она имеет к спектаклю, к перфетачке, и вообще к нашему сегодняшнему сбору. На самом деле на этот вопрос Грэм Харман сам отвечает, поэтому я его просто процитирую. Объектно-ориентированная онтология противостоит любой попытке превратить философию в форму знания. То есть, как и Сократ никогда не претендовал на знания, но только на практикование философии, на любовь к мудрости, а не на саму мудрость. Соответственно, корреляционизм, ой, спекулятивный реализм, как и объектно-ориентированная онтология, это некий метод смотрения на реальность, который мы можем просто использовать, а можем не использовать. И он просто открывает другую оптику смотрения на окружающие нас вещи. Поэтому все просто. И как бы они, короче, не претендуют, на самом деле, на знания. И самое смешное, что они не претендуют, а при этом хайпуют последние десятилетия больше всех остальных философов вообще. Вот. И тут как будто бы красивый момент для того, чтобы рассказать про перфотачку. Что, прям вообще никто не в курсе? Жесть, друзья. О, круто, спасибо. Так вот, время для сториз. Тем, сделаешь тоже? Конечно, можно. Круто, круто, спасибо. Перфотачка, она сейчас, короче, если моя лекция закончится, если моя лекция закончится, то вот здесь за ширмой черной можно в окно посмотреть и увидеть вот эту серую Toyota Corolla во дворе здесь стоящую. Это серая Toyota Corolla 1987 года, в которой мы с коллегами, друзьями, их много здесь находится, на самом деле, даже в этом зале. Делаем спектакли, перформансы, акции, инсталляции, лекции, ну, в общем, художественные формы внутри машины. Ну, то есть, как бы, короче, вот так мы делаем. И сейчас мы приехали, вообще перфотачка, и как бы основное количество людей, водители, как минимум, перфотачки, живут в Петербурге, и мы приехали делать неделю перфотачки в Москве, то есть фестиваль с московскими зрителями и московскими художниками вокруг этой машины. И сегодня последний день, друзья, вы все пришли на закрытие этого фестиваля. Поздравляю вас всех! И какое отношение имеет, вы спросите, перфотачка к объектно-ориентированной антологии? Мы, как бы, в чем, как бы, цимис использования этой тачки в искусстве? Мы сделали уже два фестиваля и суммарно больше 40 художественных работ с машиной. И мы позиционируем ее, как, ну, реального актора внутри художественного процесса. То есть, мы создаем карьеру машине, мы создаем ей CV, и мы, как бы, ну, короче, у нее, на самом деле, CV даже круче моего, просто по количеству работ и коллабораций, которые у нее были. Вот. И это и есть та ситуация, как бы, даже первый стартовый поинт относительно объектно-ориентированной антологии и перфотачки. Если объектно-ориентированная антология говорит, что люди больше не в привилегированном положении относительно других любых объектов, то все может быть вставать на место человека, и в том числе, допустим, машина. Заметили этот, да? Поинт классный придумал. Хорошо, спасибо, пойдем дальше. Но тут про перфотачку и конкретные работы я расскажу чуть позднее, а пока просто приведу для контекста еще две работы, которые тоже используют, ну, как бы, вот эту, критикуют субъектно-объектную оппозицию, скажем так. Вот финская театральная компания Our Spaces, работа Car Park. Я ее очень люблю, цитирую, ну, постоянно, но если кто-то слышал, простите. В общем, что они делают? Они собирают зрителей, группу зрителей и устраивают с ними воркшоп, пост, ну, как бы, попытки пожить немножко как машина. То есть, эта работа состоит из пяти частей. Допустим, на парковке они собираются и просто пытаются понять, что значит быть машиной. Для нас, как людей, для привилегированного класса относительно машин обычно, мы, как бы, приходим, допустим, на парковку, только, ну, как бы, очень... парковка для нас это транзитная зона. Мы приходим, садимся в машину и уезжаем. А для машины это, как бы, зона постоянного нахождения, как дом для нас. И эта работа, как бы, про это и есть. С помощью разных техник, перформативных практик, инструментов и так далее, мы пробуем ощутить себя, как бы, с точки зрения машины, как машина смотрит на все остальные вещи. И, ну, уже, я думаю, понятно, не буду объяснять, как это связано с объектно-ориентированной антологией. Поняли. То есть, попытка преодолеть эту оппозицию через пробу, как бы, побыть машиной. Что значит быть машиной? Как бы, что это за собой несет? А как на нас вот это ожидание человека, пришедшего и для которого мы должны поехать дальше? Ну, как мы его переносим? Короче, все вот эти вещи, которыми они занимаются, вот это про это. И вторая штука, это инсталляция Cosmic Thing, Domino Artego. здесь мне просто понравилось, я вам рассказывал про то, как, что любой объект, он больше суммы своих частей конкретных, которые меняются. Мне кажется, эта работа просто очень иллюстрирована, но показывает, как это может работать. Ну, типа мы заменяем вещи, а вещь остается той же, ну, как бы, про вещи в себе, короче, тема. Вот, и что забавно, Грэм Хармон, который объектно-ориентированной онтологией занимался, он на самом деле жесткий фанат эстетики, ну, в принципе, как эстетики, искусства, и поэтому его чаще всех остальных спекулятивных реалистов приглашают тусить на всякие конференции, короче, на все связанное с искусством. Первый человек внутри театральной тусовки, о котором, во взаимосвязи, с которым я увидел про Грэм Хармона, это был Борис Юхананов, электротеатр Станиславский, у него есть программа электротеатру микрофона, и он приглашал туда Грэма Хармона, делали два выпуска, часовой разговор о том, как искусство связано с этим. Но Грэм Хармон оказался в Москве, потому что приехал на виндзавод, на опять какую-то художественную лабораторию, куда его пригласили. Причем постоянно тусуют с художниками, и всем кажется, что это помогает, ну, что-то, как бы, некий инструмент искусства дает, его теория имеется в виду. Вторая часть, поехали. Ракеты взлетают, разбиваются, рассыпаются в воздухе, любимый спектр отдела маркетинга в ЦИМе. В два слова про спектакль. Мы его сделали, выпустили в лаборатории Black Box, сколько уже полтора года назад. Это спектакль, в основе которого, блин, я сейчас как бы спойлер к спектаклю делаю, потому что вначале там будет вам это рассказ. Ну и ладно, друзья, будете смотреть со спойлерами. Спектакль состоит, короче, мы с коллегами написали три пьесы, линейно, и поставили их. После этого мы разделили каждую пьесу на много маленьких кусочков, первую на 30 с чем-то, вторую и третью на 4. И создали алгоритм специально. Вот здесь Денис, который у нас как бы в нашем нарративе, который мы вокруг спектра формулируем, говорим, что как бы Денис, вот вся эта за Денисом закреплена вещь. Мне кажется, все на самом деле немножко не так работает, ну то есть все вещи переплетаются между собой, и как бы четких позиций разделения нет, но мы так говорим во всяком случае. И я для вас это произнес. Вот. Мы сделали алгоритм, в который засунули все эти кусочки спектакля, и на каждый показ ракет мы просто обновляем как бы эту ссылку и в новой последовательности играем в спектакль. То есть ни один спектакль не повторяется, его можно смотреть 200 тысяч раз. Вот здесь, поэтому Леня, допустим, вот третий раз пришел на спектакль. Ань, пятый раз? Примерно. Вот. Ну то есть я помню, когда мы с Аней виделись, был четвертый. И соответственно, спектакль для... Марусь, проходи, все окей, вообще не парься. Бесконечное количество раз. Да, то есть там как бы алгоритм, ну он просто в рандомном порядке выдают все эти вещи, и поэтому бесконечное количество раз на самом деле его можно играть. Еще важное обстоятельство, алгоритм убирает 30% от всего написанного и поставленного нами материала. То есть мы засунули там типа 40-50 кусочков, на каждый показ их чуть меньше. Соответственно, вы сегодня посмотрите лишь часть того, что было поставлено в начале. Соответственно, если вы хотите посмотреть, что еще было поставлено, придется приходить снова. А, 6 декабря в следующий показ приходите. Вот. И это как бы какие-то важные основополагающие детали, которые я рассказал про спектакль, поэтому сейчас я расскажу, где, в каких местах можно найти корреляцию с объектно-ориентированной антологией, просто для того, чтобы вы, когда смотрели спектакль, могли так чуть-чуть типа, о, а будто об этом Ваня говорил, и как будто оно здесь монтируется. Но я расскажу лишь отчасти вещей, чтобы вам было чем заняться во время спектакля, если он будет скучный, ну чисто смотреть. Вот. Это я просто на самом деле, там, это когда мы выпускали спектакль, мне захотелось поставить эту фотку. Шесть вещей расскажу про спектакль. И я их даже просто разные фотки поставил. Прежде всего, как наш спектакль преодолевает вот эту оппозицию между субъектом и объектом. Как вы увидите, у нас много внимания реально уделено объектам, в смысле предметам, сценографии, всему вот этому вещам. Как бы как автономным просто частям спектакля. Все не могут просто без артистов присутствовать на сцене и все остальное. Первое. Почему работает вот эта критика дихотомии между субъектом и объектом? Просто потому, что есть зрители в зале. Когда мы, допустим, взаимодействуем с машиной, это понятная ситуация. Я прихожу, я осуществляю действие с машиной какое-то, завожу ее и так далее. То есть, некий я делаю манипуляцию по отношению к предмету. Но как только появляется третья сторона, на самом деле, вот я не знаю, как это магически абсолютно работает. Можете мне верить, можете не верить, но это реально почему-то складывается так, что статус этих веществ становится чуть более сбалансированный, потому что появляется третий. Я уже наблюдаю не за ним, который посвящает действия, а как бы за вещами, которые некую корреляцию между собой производят. То есть, первое, короче, присутствие зрителя здесь важно, потому что оно преодолевает субъектно-объектную оппозицию. Сейчас вот произнес слух, было мутно на самом деле и сам не понял, что хотел сказать, но вот отвечаю, это рабочая тема. Вот, ну просто иерархия, короче, между субъектами стирается в данном случае. Второе, спектакль состоит из элементов, ну, собственно, вот эти сценки, да, разные, и которым нужен связующий материал, потому что, вы понимаете, мы поделили спектакль на кусочки, но как-то же эти кусочки, просто потому что есть начало спектакля, есть конец спектакля, вещи в последовательность выстраиваются, а что происходит между ними? У нас весь спектакль на самом деле четвертой реальностью, четвертой тканью вселенной этого спектакля по отношению к трем пьесам, которые были написаны. И на самом деле это вот та вещь, где вещи, в смысле объекты, оказываются просто самостоятельными какими-то героями, просто потому что, ну, типа, монтаж, он же ни для чего не нужен, кроме как для предметов, да, ну, то есть, в них нет, там нет нарратива у этих вещей. Мы осуществляем абсолютно функциональную задачу, но то, так как она оказывается на сцене, так как это все в как бы сценической рамке, и тут есть зрители, то есть, вы все, и я в том числе, как бы вещи немножко начинают, ну, типа, по-другому работать. И вообще, короче, да, здесь монтировка, то есть, вещи в функционале в своем используются. Они не наделены дополнительной функцией какого-то нарративной и так далее. Вещи просто, вещи это просто вещи. Во. Поехали дальше. Третье. В ракетах есть, короче, переходящие сцены в сцену объекты как раз-таки, материальные, которые отсылают нас к идее того, о чем говорил как раз Грэм Харман о том, что у любого объекта гораздо больше эффектов, чем, как бы, мы видим. И то есть, у нас есть три пьесы, и допустим, вот есть, знаете, конфеты, батончики Родфронт, да? Ну, кто-то слышал, что, реально никто. Ладно, можете не отвечать мне, я и так продолжу. Спасибо большое. И вот они у нас, спектакли, появляются неоднократно. То есть, они в разных, напомню, три пьесы, они замкнутые в себе. То есть, герои пьес не знают друг о друге, потому что это разные, как бы, вселенные, Мы просто параллельно заблюдаем за разными регистрами сценическими. И батончики, и еще некоторые вещи появляются, и ракеты, собственно, поэтому спектакль так назван, появляются совершенно во всех трех разных вселенных, да? Соответственно, никто, как бы, за пределами своей вселенной героя, вот здесь есть, вот такой молодой человек, он не знает о том, что ракеты появляются в другой вселенной, да? Но это вещи, которые влияют не только на тех, кто в конкретной сцене находится, но и на все другие, да? Вы поняли, на все другие вселенные эстетические внутри этого спектакля. Соответственно, это вот про объект, ну, короче, да, вы поняли, господи, что я? Четвертое. У нас есть сцены отдельные, прям, где все внимание обращено на объекты, то есть, все артисты, присутствующие на сцене, присутствуют там, только с целью, ну, как бы, обратить наше внимание на объекты. Я не знаю, я не смотрел сегодняшнюю версию, есть тема с вешалкой, вешалка есть сегодня, не помнишь? Нет, не помнишь, да? Ладно. Короче, если я сделал спойлер, простите, а может, этого куска просто нет, тогда вам повезло. Есть, короче, кусок, где все артисты, вся труппы, ну, там, их 10 человек, выносят вешалку, как бы, ставят ее, вокруг нее встают, забираются и, как бы, отходят и смотрят, ну, как бы, на вешалку. То есть, как бы, все внимание, действия никакого не происходит, потому что вешалка не может сама действие сделать, но, как бы, все внимание обращается на нее, артистами, и все зрители понимают, кто же куда смотреть, и все действия, как бы, вокруг пустоты и просто присутствия вещей, как они есть в пространстве и во времени. Вот. И, опять-таки, внимание на объекты обращаем. Следующее. Есть просто вообще сцены, где только объекты появляются. Ну, типа, у нас есть, опять-таки, я не буду спрашивать у Тёми, есть ли эта сцена сегодня, и просто сделаю спойлер. Там, знаете, типа, цветок, да, на подставке стоит, и микрофон у цветка, и все, ну, как бы, микрофон включен, вот этот звук тишины, ну, как бы, не тишины, ну, вот это все вы поняли. Вот. Опять-таки, про внимание к объектам. Короче, спектр на внимание к объектам. И последнее, самый жесткий спойлер, да и пофиг, сделаю его. У нас, короче, на поклон выносят все объекты, они кланяются вместе со всеми артистами, потому что они равноправные участники нашего спектакля. Вот. Так иллюстративно, максимально прямо мы рассказываем о том, что объекты — это супер, друзья. Про ракеты рассказал, посмотрите, и потом можем чекнуться, насколько это оказалось действительно про объектно-ориентированную онтологию. Третья часть. Акторная сетевая теория. Прикол Дес про тачки. Если разговор про спекулятивный реализм и объектно-ориентированную онтологию показался вам душным и реально все-таки замкнутым внутри философии, то на самом деле о важности этих вещей, про которые я говорил, говорит тот факт, что аналогичные все вопросы решаются и задаются в совершенно других областях знания. Например, в социологии. И переносится на социальные отношения между людьми. И не только людьми, на самом деле. Вот. Акторная сетевая теория. Ее развивает Бурун Латур. Вот, собственно. И многие другие, на самом деле, философы. Она как бы началась... Маленькая кусочка история. Она началась вот в моменте как... Сейчас думаю, как лучше сказать. Как метанаука. То есть это наука и следующая наука. Ее волнует тот факт, что на протяжении опять-таки кучи времени, последних столетий научное знание мы как бы как факт принимаем. То есть некие ученые предлагают нам некое знание. И это как бы является естественным, ну как бы правильным отношением. То есть, короче, истинностью обладает научное знание. Вот. Они говорят, что это на самом деле не очень так работает, потому что в любое знание вмешиваются всякие и социальные, и культурные, и экономические, политические предпосылки. Допустим, они говорят о том, что эксперимент научный делается, да, но для того, чтобы мы могли воспринимать результаты этого научного эксперимента, мы же весь эксперимент переводим в цифры, в буковки, да, в понятия. И это как бы уже, ну, не операция по отношению к вещам, а операция по отношению к словам. И вот здесь вот этот перевод происходит с реальных объектов, которые перед нами находятся, да, в слова, термины, цифры и другие манипуляции. Соответственно, вот в этом зазоре проявляются всякие другие вещи, которые к науке отношения не имеют. То есть любая наука, даже естественная наука, она в основе своей социально. Они вокруг этого строят свою теорию. Я прочитаю вам, я на днях ехали, мы, короче, из Петербурга в Москву на тачке 9 часов. Я готовился к этой лекции. Читаю о Мишеле Колонна, такого социолога, философа, где он рассказывает про актерно-сетевую теорию, приводя в пример, что тачки. Поэтому я просто процитирую вам два больших абзаца про тачки, друзья. И потом расскажу про примеры того, каких проектов мы делали на фестивале про тачки. Так вот, еще раз. Актерно-сетевая теория строится вокруг того, что... Нет, давайте я лучше просто прочитаю, не буду импровизировать. Для того, чтобы функционировать, ему, то есть автомобилю, нужны дорожная инфраструктура с автомастерскими, компании, управляющие скоростными магистралями, автомобили, строительная промышленность, сеть гаражей и дистрибьюторов топлива, особые налоги, школы вождения, правила дорожного движения, дорожная полиция, центры, оценивающие пригодность автомобиля к эксплуатации, законы и так далее. То есть автомобиль таким образом является центром паутины отношений, связывающих гетерогенные сущности, центром сети, которая может быть квалифицирована как социотехническая, поскольку она состоит из людей и нелюдей. То есть для того, чтобы любая вещь существовала, допустим, даже моя лекция, в нее включены не только биологические формы, но и не только человеческие формы, но и нечеловеческие. Допустим, моя лекция была бы уже совершенно другой, если бы я не был вот этими проводами ограничен, стоял в другом месте. Согласитесь, совершенно другая конфигурация событий была бы. Если бы не было презентации здесь, вы не были устремлены туда. Если бы ваши стулья не стояли так, как они стоят здесь сейчас и так далее. То есть как бы на любую коммуникацию даже между людьми влияют не только люди, но и все, что их окружает в данном случае. И, как видите, это работает и в рамках социальных отношений. Та же самая объектно-ориентированная этология перенесли ее на людей. И еще одна цитата из Мишеля Колонна. «Все люди и нелюди, составляющие эту сеть, участвуют в коллективном действии, которое пользователь должен мобилизовать всякий раз, когда он или она едет на своем автомобиле. В некотором смысле актор смешивается с сетью, которая определяет, чем он или она является. И что он или она может делать. Когда водитель поворачивает ключ зажигания в автомобиль Ниссан, чтобы поехать увидеться на праздниках с друзьями на Женевском озере, водитель не просто заводит мотор, но запускает превосходно скоординированное коллективное действие. Это действие включает в себя нефтяные компании, которые перерабатывают нефть, продают бензин и строят заправочные станции. Инженеров, которые разрабатывают цилиндры и клапаны, станки и рабочих, которые собрали транспортное средство. Рабочих, которые уложили асфальт, тугоплавную сталь, резину покрышек, которая держит сцепление с мокрой дорогой, светофоры, которые регулируют движение и так далее. То есть мы можем рассмотреть каждый элемент социотехнической сети, чтобы показать, что он, будучи человеческим или нечеловеческим, вносит свой вклад в то, чтобы автомобиль оказался на дороге. Собственно, так же у нас работает ракетах, без любого объекта, который есть на сцене. Этот спектакль был бы уже совершенно другим, просто потому, что наше внимание будет организовано совершенно иначе. Про ракеты закончили, про перфотачку. Я вам рассказал, что это. Теперь покажу пару проектов, ну просто для того, чтобы вы знали, вдруг вам окажется интересно того, что мы делали за последнее время. И через это попробуем посмотреть и на актерную сетевую теорию, и на все, что я говорил прежде. Первый проект «Я не я», если не начну рассказы про свой же перформанс. Своя лекция про себя. Artist Talk, так называемый. В общем, в сентябре на фестивале сделал перформанс чувство единения с партнером, где в течение пяти часов толкал работающую тачку. То есть с ней было все в порядке, просто я ее толкал по Питеру и смотрел, что на самом деле в этом, какая коммуникация рождается и между человеческими, и нечеловеческими актерами. То есть, соответственно, мы понимаем, что без машины эта ситуация не осуществилась бы. И при этом на протяжении пяти часов происходили... А, видео включу вам пока. Вот я там, ускоренное видео, как я толкал в Инстаграме, у меня там еще Канни Уэст под это играет, и выглядело вообще круто. Сейчас, конечно, не то. Ну, неважно. И на самом деле за эти пять часов происходили разные вещи. Ну, как бы были взгляды полиции, которая проезжала мимо. Были подъезжающие просто там, не знаю, курьеры, которые останавливались, видели какого-то щуплого мальчика в очках, который пытается толкать тачку пять часов и начинали мне помогать, толкать ее вместе со мной. Спрашивали, а что с машиной-то не так, да? Что не так? Да, слушайте, вы знаете... И они начинают, знаете, опережать еще события, как бензин закончился, да? Аккумулятор сел. Я говорю, да, 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 все именно так, на самом деле с ней было все в порядке. И то есть мы наблюдали, какие вещи, так как транспортная сеть, как мы уже поняли, по цитатам Мишеля Колонна, состоит не только из людей, но и из всех других акторов, мы смотрели, что за это время происходит. Другой пример. Опять-таки про машину. Как вы поняли, все наши фестивали и проекты крутятся вокруг одной и той же старой Toyota Corolla. И она становится, ну, как бы обладает разными формами того, как можно на нее, как бы... Как вокруг нее центровать действия, скажем так. Вот проект в Петербурге был сделан Женей Марковым и Ксенией Коган. Тайм-машин... Тайм-машин. Где-то в начале октября мы его делали, все в кабель порту. Что они сказали? У Toyota Corolla, как машина, есть типа 12 поколений. И они взяли каждое поколение по году, когда было сделано, типа выпускалось, да, и взяли по треку, который музыкальному, который был культом в это время. И устроили такой диджей-сет, вечеринку, рейв с танцами и все, и так далее, и всяким действием сценическим вокруг этих треков. То есть, мы смотрели на историю одной и той же Toyota Corolla, да, как автомобильного концерна, исходя из тех треков, которые в это время были, интерпретировали эти вещи друг относительно друга. Соответственно, как видите, для того, чтобы узнать историю машины, не обязательно устанавливать историю машины, а можно через другие вещи. Это к вопросу о том, как вещи взаимосвязаны между собой. Вот перв, который мы показывали вчера, сделайте фотки, они мне показались очень красивыми, поэтому я решил их прямо так и поставить. Перформанс кино-такси, арт-группы, драматек из Минска, Лиза Каливерда и Маша Танина. Вот здесь, вчера на парковке около Цима, короче, они взяли, как вы понимаете, автомобили в кино часто присутствуют, и вокруг них часто происходит действие, ну, всякие, какие-то сюжеты, типа архетипические, типа погони, да, взяли всякие такие вещей, и они взяли культовые сцены из кино, которые в тачке происходит, посадили в тачку зрителей и как бы позволили зрителям побыть частью этого нарратива киношного, от трех тополей на Плющихе до Джеймса Бонда, красотки и всего остального, короче, вот, и так проходили, то есть, опять-таки, это возможность изучить киноисторию через просто, на самом деле, присутствие автомобиля, потому что он в том числе является важной частью. Тут же не готовил это в лекцию, но вспомнил о том, что у нас был еще один проект про кино, в общем, ребята сказали, это некое их утверждение, тезис, о том, что в фильмах Линча автомобиль очень часто присутствует не просто как автомобиль, да, как средство для использования, а как самостоятельный, ну, как бы герой, да, целый, вокруг которого много действия, и они, собственно, взяли два фильма, там были, что там было, там было Twin Peaks и, господи, что-то горячее сердце, как этот фильм называется, кто-нибудь помнит? Что-то так, ну вот, спасибо, вот, и что по времени, нормальный, друзья, и предложили, взяли зрители, посадили в тачку и как бы позволили им пройти свой сценарий фильма Дэвида Линча, изучить его кинематограф через сцены с автомобилями, которые как бы важны для его, и то есть мы могли посмотреть на фильм Линча со стороны машины и присутствия внутри нее. Следующий проект, прощальный пообственно, перед вами Паша Дорохов, он водитель перфотачки и хозяин перфотачки, я тоже водитель перфотачки, и он будет играть в ракетах, которые вы сейчас пойдете кто-то из вас смотреть. И вот он делал вместе с Артемом Томиловым, который ушел уже, вот здесь, которого я разговаривал, перфотачки, прощальный поостину, в рамках которого Паша, как водитель машины, просто на самом деле совершил абсолютно обычную операцию, которую любой автовладелец совершает с машиной. То есть открывают, заводят не с первого раза, потому что холодно, включают фары, заливают в бензин, бензин в бензобак и всякие такие вещи, ну короче, дворниками моют машины и так далее. Но у всего этого были зрители. И вот это был тот момент, где я реально ощутил, что действие вообще не тот характер имеет. То есть я привык смотреть на это действие вживую, когда это событие включено во весь остальной окружающий мир, то есть в повседневной реальности находится. Как только повседневное событие оказывается вынесено в художественную рамку и у него появляются зрители, оно как бы перестает, в нем больше нет необходимости. То есть, понятное дело, ну зачем заводить машину на сцене, да, как бы это все бессмысленное действие. Но как только оно оказывается там, оно становится именно с сценическим действием и вообще теряет, меняет свой характер. И это оказывается той точкой, когда мы вынимаем действие и можем через него посмотреть на самом деле, ну как бы критически на всю остальную реальность, которая нас окружает. Потому что я смотрю, вижу, как Паша делает некие манипуляции с автомобилем и понимаю, что ну как бы насколько эти действия на самом деле привычны, когда они находятся в реальной реальности. И насколько, когда в выдуманной реальности. Вот так я придумал сказать. Вот. И последнее, а, еще две работы, расскажу. Они меньше на самом деле включены в тот нарратив, мои лекции, о котором я веду. Но мне просто нравятся эти проекты, которым я решил вам про них рассказать. Это перформанс, инсталляция даже, я бы сказал, художницы и актрисы Большого драматического театра в Петербурге Александра Магелатова называется «Машина времени». То есть у нас есть как бы в культуре вот этот образ машины времени, да, который переносит реально, ну а там «Назад в будущее» это «Делориан» и вот всякие такие штуки. И она как бы взяла нашу перфотачку и использовала ее как реальную машину времени, принесла туда все свои детские вещи, которые у нее хранятся у родителей в квартире. И сопроводила это всякими материалами текстовыми, всю тачку заложила ими, и мы как бы зрители приходили и могли наблюдать историю Саши, ее детства, через машину времени. Мне кажется, это просто очень красивая метафора, максимально простая и очень работающая на самом деле. Вот эти журналы, знаете, вот там с Ромой-зверем, все эти детские фотки распечатанные, вот, изящно. И работа называется «Сидит, Гоголь на пеньке в лесу и дрочит». Ее делали Рома Хузин, а, кстати, в «Ракетах» будет играть, вы его тоже увидите, и Артем Тамилов вместе, мой друг. Это про как раз-таки, помните, как я сказал, акторная сетевая теория строилась, началась в идее, как бы, критики, вот, знания как такового, это сама идея того, что любое знание, оно истинно. Они сделали проект, как бы, некую практику, где, это сломанный телефон по обучению вождения, то есть, есть Паша Дорохов, как водитель, потом приходит первый зритель, который не умеет водить, и Паша обучает его вождению в течение часа. После этого приходит следующий зритель, и первый зритель обучает его, и так, короче, типа, раз пять, ой, можно я попью у меня? И мы наблюдаем в течение этой работы, как, ну, типа, знание о том, как водить автомобиль, на самом деле, распадается, когда его передают люди, которые его только что получили, которые, на самом деле, не обладают им в полной мере. Ну, про истинность и ложность знания, Короче, это работа А самое смешное, мы любим про это рассказывать Работа не была доведена до конца в тот день Потому что ее остановила полиция Приехала, да, и штрафовали нас на 45 тысяч рублей Вот Но было весело Друзья, на самом деле На этом моя лекция заканчивается Если вы хотите подписаться Еще раз и на меня, и на перфотачку Посмотреть, что мы вообще делаем Что мы вообще делаем То вот как бы наш инстинкт Мы только там обитаем в основном И вот, на самом деле это все Желаю вам прекрасного спектакля Надеюсь, он сегодня будет хороший Версия, которая сегодня будет, я еще сам даже не видел На репетиции сегодня не ходил Поэтому буду вместе с вами тоже его смотреть Ну и будем надеяться, что вот эти все вещи О которых я рассказывал, там не только в тех вещах Которые я рассказывал, будут наблюдаться Но и в каких-то других моментах Вот, как минимум я вам дал одну На самом деле, и важно, наверное, сказать, что как бы это не одна из Это не является единственной интерпретацией нашего спектакля Которого можно делать Поэтому смотрите, как вам нравится Можно позаниматься интеллектуальной деятельностью По типу той, которую я вам сообщил А можно просто позалипать на красивый спект Вот, друзья, это все Спасибо вам большое Да Это последнее место, где можно сделать stories На этом все, друзья, спасибо вам большое Я выключаю презентацию и такие дела Вот, ура Пожалуйста, пожалуйста И на самом деле, вы вот не знаете об этом Хотя кто-то знает, кто пришел уже не первый раз У нас как бы спектакль с инсталляцией То есть вот здесь вообще это ситуация инсталляции Которая на каждый спектакль выставляется Просто здесь другой материал Сейчас Денис как раз подключит то, что должно быть частью спектакля И это, на наш взгляд, было красиво Такой, знаете, темой, что мы как бы лекцию Уже в форме спектакля вплели Потому что на самом деле спектакль весь такой же Про взаимосвязи и всего совсем на свете Вот, друзья, спасибо вам большое Вот Вы красивые все были Спасибо